привет друзья сегодня у нас четвертый выпуск рубрики видео ответы и сегодня у нас речь пойдет о маркировании тема достаточно обширная очень много задают вопросов на эту тему поэтому ролик доступ получится достаточно длительный но хочется подробно все рассказать заранее скажу о том что к этому видео я готовился уже давно и есть у меня несколько отдельных видео в которых с подробными макросъемками я делал отдельные выпуски которых буду иногда ссылаться поэтому периодически будут появляться аннотации ссылки которых вы можете подробно посмотреть если я буду сейчас все подробно рассказывать показывать то ролик получится до больше часа наверное чтобы это время сократить я буду просто напросто ссылаться на эти ссылочки и так маркирование давайте сначала расскажу в общем да повторюсь что это только лично мое мнение я на истину не претендую расскажу как лично я это делаю и расскажу вам несколько интересных моментов нюансов маркерное удилище я маркер то так называемый в общем сборе всегда перевожу в чехле уже заранее готовый у меня маркер двенадцати и шесть футов спорта с которым делал обзор в этом сезоне полностью им доволен и перевожу я его в чехле 13 футовым вот таком вот состоянии то есть он у меня сразу сборе маркерная оснастка с грузиком и поплавком отвечу сразу на два вопроса первым можно ли маркерится не маркером рабочими и с подовыми удилищами да можно и причем скажу что многие спортсмены и не пользуются в принципе маркерами потому что для достижения сверх дальних дистанций маркер вряд ли кинет на дистанцию 150 160 метров ну пока что во всяком случае мне такого не удавалось и я не слышал чтобы какие-то производители делали такие дальнобойные маркерные удилища поэтому сам лично тоже пользовался с подовыми рабочими для того чтобы кинуть максимально далеко хотя бы узнать глубину месте ловли порядка что сами маркерные удилища такие достаточно звонки хорошо очень передают все нюансы структуры дна этого естественно не может сделать не спода удилища не рабочая поэтому на сверх дальних дистанциях мы можем узнать только глубину но иногда этой информации уже в принципе вполне достаточно чтобы допустим найти бровку естественно что это перспективный участок места нам просто нужно до него добросить не более того второй вопрос что использовать на маркерных удилищах только плетеную нить потому что она не тянется и лучше всего передает вот эти именно ощущения по структуре ил ракушка какие-то неровности там и так далее что касается шок лидера то в большинстве случаев я использую конусный монолидер сейчас мы подробно обо всех оснастках используемых нам при оснащении маркера на удилище поговорим знаю что некоторые пользуются плетеными шок лидерами но как правило большинстве случаев выбирает именно конусный монолидер потому что он лучше всплывает и меньше путается потому что леска именно на нижней части достаточно толстая она хорошо проходит через пропускное кольцо а наши маркерные оснастки ну что давайте теперь подробно остановимся на различных грузах маркерах я буду рассказывать в общем и заодно буду сразу говорить лично чем я пользуюсь выбор уже конечно делать только вам так про удилище рассказал что большинстве случаев пользуется конечно же специализированным маркерными удилищами но если у вас бюджет ограничен то вполне можете использовать рабочие или сподовой что касается катушки то я последовал хорошему совету я хотел изначально на маркерном сэкономить подумал ну что если от маркерюсе и потом у меня катушка будет лежать абсолютно просто так поэтому не хотелось тратить тратиться на нее мне задали вопрос а зачем маркериться если ты бюджетными катушками да не сможешь забросить так далеко как допустим рабочее удилище если ты не знаешь что находится достаточно далеко да если мы хотим пробить большую площадь то никакого смысла вообще маркере не тогда нет ловить наобум абы где попало никакого как бы смысла мне имеет поэтому я остановил свой выбор на катушке shimano ультегра xta у нее достаточно большая шпуля и основное отличие маркерных катушек в чем вообще специализированных маркерных катушек так таковых вообще не существует но будет большим плюсом если данной катушки будет байтранер потому что когда мы маркеримся нам нужно быстренько стравить леску чтобы узнать сколько наше вместе ловли глубина для этого используются катушки с байтранером но катушки с байтранером весит как правило тяжелее нежели обычные катушки также что касается шпули желательно иметь катушки с большими шпулями потому что на них вылет лучше лески соответственно она меньше путается и дальше летит катушки по наподобие вот этой да абы какую ну честно говоря я бы не советовал использовать есть вариант использовать катушки так называемые с передним настраиваемым фрикционом здесь вот дополнительно имеется регулировка да мы можем данную катушку использовать как на рабочих удилищах так и на маркерных с помощью вот этого регулятора мы сможем сделать вот один один оборот и могу настроить так что этот же фрикцион будет закручиваться сейчас я вам покажу так вот видите свободный ход катушки сделали такое маленькое движение все он дальше не идет это так называемый передний настраиваемый фрикцион данные катушки а также отлично подходит для маркирования потому что то же самое чтобы мы откинули байтранер примерно такое же движение мы делаем чтобы просто открыть фрикцион это личный выбор повторюсь вы можете использовать абсолютно какие угодно катушки теперь перейдем к самой маркерной оснастки большинстве случаев я использую вот такие вот маркерные оснастки которую делаю самостоятельно если кому интересно здесь появится ссылочка можете подробно познакомиться как сделать данный монтаж собственными руками давайте вообще рассмотрим общую схему маркерной оснастки в чем принцип после того как мы забросили грузила у нас груз находится на дне в таком положении после того как мы выбрали слабину протянули груз пощупали примерно представляем что на дне нам нужно измерить на нем глубину через пропускной вот это кольцо у нас проходит конусный монолидер с поплавком здесь стоит отбойник чтобы узелок не цеплялся за это пропускное кольцо и лучше всплывал на дне примерно картина вот такая как только мы стравливаем леску у нас поплавок стремится подняться вверх сколько мы отдаем лески на такое расстояние поплавок и поднимется в толще воды как только он появится на поверхности мы точно знаем сколько глубина вместе ловли это мы все отсчитываем по так называемым бананом до отметкам на маркерных удилищах как правило их две я на этом удилище делал их самостоятельно на расстоянии 30 и 50 сантиметров то есть я стравливаю леску 123 маркер сплыл я знаю что глубина мне значит полтора метра если там 603 метра и мы рисуем свою карту давайте подробно остановимся на оснастках маркерах и грузил их используем для маркирования значит что касается маркерного груза сразу забегу вперед скажу что первоначально перед тем как мы начинаем маркирование целесообразно без поплавка покидать вот такие вот груза пулевидной формы если предположительно в данном месте есть коряжник потому что данный груз хорошо выходит из коряг и мы просто-напросто пробив хотя бы себе примерно представляем картину если в данном месте коряжник или нет что касается самих маркерных грузил что их существует огромное количество производит разные фирмы есть как вот такие вот пулевидной формы груза в чем их преимущество они очень хорошо летят но не так уж и хорошо передают все нюансы структуры дна так как специализированные маркерные груза и существует огромное количество разных весов каждый уже подбирайте по от свои маркерные удилища если нет ничего страшного можно маркериться и обычным грузом вот я раньше использовал вот такие вот груза шипастые они не маркерные считаются для ловли на течение но отлично подходит единственный их минус всех вот этих грузов то что они как бы не особо аэродинамичные не так далеко летят поэтому если вам нужно достижение сверхдальней дистанцией нужно использовать вот такие вот грузилась похожие на стрелу последнее время я использую груза технокарповские достаточно хорошо летят если нужно мне для достижения дальней дистанции использую такие вот стреловидные если нужно более тщательно пробить то использую вот такие вот шипастые итак перейдем к следующему элементу это так называемая маркерная оснастка для чего она вообще нужна видеоролики которые подробно рассказывал как ее изготовить самостоятельно дома я показывал о том что когда мы используем груз без данной оснастки он постепенно вот это ушко начинает протираться и в дальнейшем поплавок плохо всплывает также основным я считаю недостатки является то что когда мы ловим на заявленном участке до груз вместе с поплавком заходит выл и если бы не было этой оснастки он плохо всплывает в лу данный монтаж позволяет поплавку всегда находиться на дне даже после того как мы забросили да и груз находится в лу все равно наш вот этот пенопластовый шарик поднимает оснастку и поплавок у нас всегда естественно стремится всплыть в этом случае у нас без проблем леска проходит через вот это пропускное кольцо которое мне также керамическое вот и он хорошо всплывает данные оснастки я вот самостоятельно заготавливаю сразу зимой зимними долгими вечерами делать нечего поэтому я их заготавливаю сразу несколько десятков дома потому что бывают обрывы различные форс-мажорной ситуации нужно чтобы они всегда у вас постоянно были под рукой значит собственно скажу коротко для для изготовления понадобятся вам об шарике я покупал раньше на ebay вот такие вот не отшлифованные видимо из плохого качества пробкового дерева они как бы не совсем удачные я вам советовал использовать 12 миллиметровые шарики гарднер вот они очень хорошие круглые формы достаточно плотные также для этого я использую обычный литкор без сердечника нам чтобы его облегчить самые простые застежки и отбойник чтобы наша оснастка не путалась вот я уже все заготовил буду этой зимой делать больше десяти уже наверное потерял также и существует и уже готовые вот продаются различные маркерные оснастки которые производят многие фирмы есть также вот монтаж для маркерного груза называется отвод для для маркерного груза компании тоже технокарп в чем у них нюанс они изготовляют его из достаточно жесткого материала который не путается и здесь также они используют керамическое кольцо вот это вот это также немаловажно я также использовал керамические это второе кольцо для обычной телескопической удочки используйте уже сами под свои условия или самостоятельно изготавливаете дома тут тоже выбор за каждым теперь давайте перейдем самим маркерным поплавка маркерные поплавки бывают различные формы цветов их изготавливает огромное количество различных производителей вообще все их я перевожу в таком тубусе сейчас использую трекер раньше отдела себе вот такого самодельной здесь достаточно он жесткий чтобы не поломать наше оперение также допустим вот кордовские поплавки и сразу идут вот продаются также пару в таком тубусе в принципе можно использовать и его но как правило маркерные поплавки постепенно у нас теряется у вас скапливаются наконечники которые используются под различные погоду если у нас солнечно ясная погода хорошо видны черные и красные оперения если им пасмурная погода можно желтый использовать и также как черный но в большинстве конечно случаев я использую красный у меня он практически выцвел это самый мой любимый маркер ESP давайте сначала коротко пройдемся по различным разновидностям да значит вот такие вот маркерные поплавки на мой взгляд самые неудачные плохо всплывает плохо видны и предназначены в большинстве случаев для ближней дистанции то есть если вы собираетесь кидать на сверх дальних расстояниях которых трудно видеть маркер да то можете использовать вот такие вот простенькие это фирма starbase достаточно удачные маркеры от фирмы из и корда вот у меня есть такой же вот он аналогичный достаточно хорошо летит хорошо всплывает тут уже выбор повторюсь каждый с собой выбирает что касается маркерных маленьких поплавков данном случае вот у меня есть fox маркеров когда большая глубина он очень плохо всплывает поэтому он пригоден только также для ближней дистанции на неглубоких водоемах модификации их много делают и чат у меня насколько было возможным я собрал и также маркер которые делают самостоятельно украинские умельцы достаточно большой поплавок в чем его плюс он высоко находится над водной поверхностью очень хорошо видно практически половину этого маркера находится на поверхности он даже на дальних расстояниях очень хорошо виден но он достаточно громоздкий не так хорошо летит но их есть две как бы версии есть средний есть большой если у кого-то есть выхода возможность то приобретайте средний маркера как бюджетный вариант достаточно нормально что за что касается так скажем лучшего до выбора большинства то это маркера от и спи это самые дальнобойные маркера которые хорошо летят хорошая достаточно устойчивостью у них и они хорошо видны дополнительно я обклеивал это маркера светоотражающей ленты потому что я маркерюсь с помощью дальномера позже я остановлюсь на этих тонкостях нюансах если вы хотите купить маркер на все случаи жизни то выбирайте маркер и спи про опере не рассказал теперь перейдем к следующим маркерному элементу это шук лидер как уже сказал что на своих маркерном удилище я использую конусный монолидер также их существует огромное количество я раньше использовал трабука они выпускаются в диаметре 0 23 с одного конца и он постепенно увеличивается в диаметре до 0 57 также есть более толстый с одного конца 0 26 до 0 57 здесь в матке сразу их 10 штучек порезанных с стикерами плохо видно вот красные стикеры то есть они друг за другом намотаны по 15 метров 15 метров достаточно много поэтому я с одной стороны и с другой стороны откусывал где-то по 2-3 метра чтобы мне получалось примерно 0 28 и 0 50 примерно так в последнее время использую fox намного лучше мне он показался более эластичный хорошо летит здесь их наборе 3 по 12 метров начинается от 0 33 до 0 5 то есть это вообще самый оптимальный вариант и на мой взгляд ну такой самый удачный ничего не нужно отрезать сразу взялись завязали намотали и используйте с удовольствием можно использовать как уже сказал плетеные но если вы выполняете хлестки и дальние забросы в этом случае возможно перехлёст что имеется ввиду под перехлёстом вот в данный момент до использую я конусный достаточно толстый он в этом месте упругий лишь вероятность того что он запутается очень мало ведь он даже сам стремится всегда распутаться потому что материал достаточно жесткий если мы будем использовать плетеный шок лидер то после хлесткова заброса может получиться такая обычная скруточка да и маркер просто-напросто не всплывет вам придется вымотать удилище и сделать заново заброс поэтому в большинстве случаев используют конусные моно лидеры и что касается самого крайнего элемента это сама наша маркерная плетенка можно использовать все что угодно я скажу несколько таких рекомендаций которые прошел через свой личный опыт у меня сейчас намотана к сожалению упаковки нет я использую fox exoset на ней 275 или 300 метров точно уже не помню в чем плюс данной плетенкой я пользуюсь практически два года один сезон я отловил на нее потом перемотал сверх зада наперед и пользуюсь оставшимся еще 150 метрами то есть получается что в принципе достаточно выгодно ни в коем случае ну ни в коем случае совет мы просто не используйте дешевые китайские плетенки типа вот этой power pro да если у вас оригинальная она то можно использовать но обязательно смотрите на размотку желательно чтобы она была более 150 метров как правило такие неудобные размотки делают 135 метров это маловато потому что ну сейчас уже практически каждый карпет не кидает маркером на 135 метров поэтому если какой-то произошел обрыв вам придется полностью ее выбросить очень хорошая плетенка но бешеных денег стоит вот дайма торнамент но здесь сожалению тоже 135 метров поэтому я ее практически но не использую либо покупаю в размотке 275 метров повторюсь что последнее время уже два года использую fox и принципе не обязательно fox но любую специализированную плетенка которая для этого предназначена корда выпускает там еще другие производители можно без проблем ее использовать повторюсь что вот эти 300 метров которые сразу идут в катушке вы можете и половить хорошую ну достаточно частая эксплуатация начинает на немножко распушиваться да там выцветать можно без проблем и перемотать задом наперед и использовать дальше это как бы просто лично моей рекомендации совет выбор остается только за вами а мы давайте теперь приступим к самому маркированию расскажу вам несколько нюансов которыми я лично пользуюсь при поиске места ловли маркирование это один из самых наверное важных таких моментов вообще все рыбалки при более удачной рыбалки выбор правильное место ловли это как залог успеха можно сказать значит для составления карты я использую вот такие вот заранее распечатанные заготовочки на которых есть наше место откуда мы забрасываем и несколько лучей по которым мы проводим наш груз до с маркером чтобы составить мы делаем отметочки на определенных дистанции с глубиной и различными пометками что же по вашим предположениям находится на дне после того как вы составили карту уже можете представляя себе картину выбрать по тем или иным предположениям выбор ну правильный на ваш взгляд выбор точки лова давайте от пройдем от простого к сложному потому что сам раньше думал гадал высчитывал различные комбинации как же сделать так чтобы от маркерицы намного точнее и пришел к выбору тому что верным помощником будет использование дальномера это на самом деле очень упрощает вам маркирование процесс намного ускоряет особенно если с вами есть на парень который все это информацию быстренько записывает на данную карту итак давайте приступим до такой совет который мне самому подсказали первоначально не делайте сверх дальних максимальных забросов выполните свой среднестатистический заброс чтобы ваша оснастка все осталось на месте удилище не сломалась ничего не запуталась не оборвалась вы сохраните вот эти драгоценные минуты тем более если речь идет о соревнованиях первоначально мы делаем просто-напросто заброс наша маркерная оснастка улетает на дно вы выбираете слабину сейчас у нас оснастка находится вместе с грузилом как я показывал вам ранее на дне вы убираете слабину и немножко вытягиваете груз если он допустим находится в илу если используете маркерную монтаж то в этом принципе необходимости нет какая дальше у нас процедура по первом ощущении вы себе примерно представляете вот сейчас у меня удилище медленно тянется я предполагаю что данном месте у меня ил теперь нам нужно сделать отмерить глубину как это делается мы ослабляем наш фрикцион леску нас натянутая обязательно сразу выберите себе место откуда вы будете постоянно выполнять все запросы откуда вы будете выполнять измерения свои и в одном и том же положении всегда держите удилище я всегда держу примерно под 45 градусов да ну минус 45 в эту сторону в одном и том же положении значит мы ослабили фрикцион либо открыли байт раннер зависимости того какая у вас катушка и прижав леску в данном месте мы стравливаем до отметки считаем так называемый один банан 50 сантиметров 50 метр и всегда смотрим по направлению куда мы забросили маркер полтора всплыл полтора метра да и плюс где-то 45 сантиметров ну грубо говоря не будем там уже до сантиметров высчитывать глубина в месте ловли у нас полтора метра 90 мы берем нашу карту я всегда вот удобно столик у меня стоит сейчас у меня штатив занят камерой я прикручиваю свой дальномер параллельно со своим забросом я встал сбоку данномер замеры сделал дистанция у нас до маркера сейчас 72 метра мы находим на нашей карте 72 метра и пишем ил глубина в месте ловли метр девяносто делаем отметочки метр девяносто но и как правило ил я отмечаю только если глубокий потому что большинстве случаев на я предполагаю что сейчас у нас грузила находится в русле поэтому соответственно нас ил затем мы затягиваем фрикцион выматываем всю с глубину до того как наш маркер коснется с поверхности воды он утонет и коснется нашего грузила вот он опять коснулся ставим на то же место это я просто хожу как правило всегда я становлюсь на одном месте и теперь мы протягиваем наш груз пока протягиваем примерно себе по своим ощущениям ассоциациям представляем картину что же там может быть как правило я делаю первоначально по две таких протяжки примерно это около пяти шести метров получается позже я оставлюсь остановлюсь на нюансе что делать если дальномера у нас нет протянули заново отмеряем 1 2 3 4 4 и 9 получается 2 метра 2 2 40 то есть у нас тогда был метр девяносто сейчас у нас 240 мы себе примерно предполагаем что это бровка потому что у нас глубина увеличилась возможно яма чтобы это проверить мы заново заматываем закручиваем фрикцион и заново протягиваем и эта процедура у нас занимает приличное количество времени чтобы убедиться точно что это русло и под каким углом она проходит к вашей линии нужно сделать ну хотя бы как минимум три луча вместе ловли где у нас какие-то интересные участки я их сразу запоминаю сверху пишу ориентиры по которым мы забрасываем это очень важно и представляю себе примерную картину после того как мне нужно дополнительно пробить участки которые я пометил я забрасываю и уже отмеряю глубину более детально буквально там через через каждую протяжку через два три метра чтобы досконально точно понять где же у меня находится нижняя бровка где находится верхний свал где находится нижний чтобы в дальнейшем при клипсовании удилищ может точно понимали сколько же нам какой нам дистанцию за клипсовать чтобы оснастки оказались в нужном месте это конечно же в общих я чертах рассказал давно процедура в общем думаю вам понятно что касается ощущений ну коротко скажу да ил как будто но вот вы закинули груз во что-то там вязкая такое протягиваете удилище она абсолютно никак не отыгрывает просто согнулась в одном и том же положении вы его протягиваете что касается ракушки либо камней то тут удилища просто начинает прямо дребезжать вот это точно почувствуете ни с чем не перепутаете можно их перепутать между собой кирпичи и ракушку вообще элементарно перепутать особенно если они примерно но камни мелкого размера такие галика получается что касается коряжника его очень легко спутать с неровностями на дне потому что если просто набавляются какие-то ветки или деревяшки на дне груз через них перекатывается вы протягиваете вы не понимаете если конечно же это зацеп глухой то тут все понятно что там сплошной лес кусты и нужно от этого места нужно это место более детально и аккуратно уже пробивать вокруг него и уже на карте рисовать примерно в каком районе откуда докуда у вас будет зона зацепов чтобы ни в коем случае не перекинуть закоряги и либо ловить непосредственно около них что делать если у вас нет дальномера изначально это до меня была очень большая проблема потому что сталкивался я с такими нюансами значит я приезжал на водоем делал максимально дальний заброс насколько мог клипсовал считал на колышках сколько это у меня в метрах допустим 130 метров я это себе записывал блокнотик то есть следующее дело заброс пока не попадут точно в клипсу то есть я делаю заброс удилища попала в клипсу все я знаю что у меня сейчас там дистанция 130 метров я делал протяжку на глаз примерно представляю что сейчас я протянул около пяти метров отнимал 5 метров измерял заново глубину записывал дистанция 125 метров глубина такая опять протягивал 5 метров опять записывал глубина такая потом когда подводя к берегу дальше груз он у меня оказывался уже вот здесь вот буквально под берегом а у меня на карте еще написано что там только 80 метров соответственно мои предпела приблизительные расчеты были ошибочные как этого избежать значит смотрите есть такой нюанс я устанавливал колышек отдельный от того места где я где у меня находится постоянно кончик удилища то есть я от этого места отнимал 4 метра прибавлял 4 метра и устанавливал колышек можете поставить сколько угодно сколько для вас будет это удобно и в этом случае у нас удилище смотрят в одно место я его протягивал до тех пор пока удилища не коснется этого колышка и я точно знал что сейчас я вытянул ровно 4 метра отмерял все заново дистанцию глубину прощупал дно заново и таким способом по 4 метра мы протягивали как можно ускорить этот процесс я изначально сразу дома клипс овал уже свой максимально примерно дальний заброс допустим 130 метров я знал что я сейчас приеду заброшу в клипсу и начну же марки маркерица от 130 ну такой мелкий нюанс но можно им пользоваться некоторое время ускорить что касалось окончательного выбора точки потому что ну где-то могли перетянуть дети на не дотянуть есть погрешность переопределение вот этих 5 метров не всегда вы устанавливаете точное направление удилища до можете там плюс минус сделать поэтому как только я находил окончательно себе точку уже точно я знал что это моя . где я буду ловить я ее заново клипсовал выматывал и на колышках измерял дистанцию также задавали вопрос измерять нужно когда маркер у нас на поверхности или когда у нас маркер находится около маркерной оснастки на дне если у нас дальномер то естественно он на поверхности вы пробиваете прямую да да это до маркера если же мы будем клипсоваться на колышках то нам нужно так называемому гипотенуза да поэтому я сначала груз маркер всегда опускал до груза а затем уже клипсовал в этом положении чтобы точно знать дистанцию из таких еще мелких нюансов то что как уже говорил да изначально выберете себе место откуда вы будете выполнять все забросы изначально мы все маркерные до при составлении лучей и следовательно дальнейшие заброс рабочих удилищах вы будете выполнять с этой дистанции с этого места потому что вы изначально всю дальность измеряли именно с этого места это очень важно чтобы вы потом могли свои как бы пазла сложить чтобы у вас все было точно как от клипсоваться точно я рассказывал в предыдущем выпуске подробное видео кому-то интересно посмотрите на моем канале подводя итоги что еще можно сказать конечно дальномер очень сильно упрощает вам задачу получается маркера не достаточно точно да у него есть погрешность но погрешность это не такая уж и большая потому что если все это будете делать вручную погрешность у вас будет куда больше про удилище рассказал в принципе в обо всех основных моментах я с вами поделился что касается самого наверное сложного этот выбор правильного места и ощущения такие постулаты до стандартная если вы ловите на за или на водоеме ищите более твердые участки если вы ловите на каких-то твердых водоемами с твердым но я как правило еще наоборот мягкие участки перспективными считается границы переходы вот этих с различных по структуре почвы очень хорошими местами является так называемая бровка да допустим вот это нижняя у нас бровка вот это свал и верхняя бровка чередуйте выбор точки дневной и ночной может рыба спускаться вниз или наоборот ночью подниматься на верхнюю бровку это достаточно важное желательно все это чередовать ну как правило горы перспективным участками считается вот эти вот можно ловить так называемых столах до выход из русла рыба выходит чтобы покормиться на различных пупках но это как бы все стандартно невозможно сделать какую-то такую правильный алгоритм да может перспективным местом оказаться ну самое неординарное потому что мы только можем предполагать а на самом деле может все оказаться по-другому ну естественно да там есть и травянистые какие-то участки ищем окошки если там на дне у нас много мусора травы травянистая да дно стеной то также ищем там где груз меньше всего цепляется так называемые также окошки в принципе наверное на этом все все что мог я вам рассказал некоторые нюансы моменты здесь были вам понятны ищите правильные места не ленитесь долго маркерица честно скажу сам не особо люблю это занятие но иногда приходится даже выматывать палки и заново составлять карту если вы с напарником то хорошая практика считается пускай он сначала от маркерица себе составит карту ни в коем случае вам не показывает затем сделайте вы тоже самое сверти правильно вы составляете сходится ли у вас ощущение чтобы проверить ощущение самым элементарным это найти вот допустим сейчас у меня береговой зоне есть то песок вы просто-напросто закинули ногами потоптались там посмотрели это песок провели для себя запомнили это ощущение примерно вот так выглядит песок если у вас есть какая-то маленькая речушка с бровкой где находится ракушечник это вообще супер закиньте туда также ногами пощупайте вот так выглядит ракушка провели для себя запомнили ил как правильно легко запомнить потому что просто вязкая удилища загнулась и в одном положении так и идет по ощущениям различить глубину ила ну не знаю это нужно быть огромным профессионалом я пока что ну я могу примерно понять глубокий ил когда там ну вообще очень тяжело грузило идет тут конечно ну да там могу предположить там 30 сантиметров 20 ну там до сантиметров различить конечно нереально ну вот друзья в принципе на этом все спасибо всем за просмотр если вам данный ролик понравился информация была полезна ставьте лайки делитесь данным видео с друзьями напоминаю что всегда можете задать свой ответ моей группе вконтакте ссылка находится в описании пишите я публикую если будет на них много лайков там ставьте плюсики там и как-то комментируйте много будет обсуждений интереса к данному вопросу я постараюсь найти время и снять для вас очередное видео в рубрике видео ответ всем до удачи и до новых встреч пока